Сегодняшняя рубрика заключается в том, что если вы заказали какой-либо товар на Алиэкспресс и он не соответствует описанию и вы хотите вернуть за это деньги. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Друзья, ситуация проста, вам нужно просто открыть спор, но к этому нужно будет прикрепить описание, напишите на английском языке, ну или можете на русском писать, не имеет значения, там переведут. Прикрепите все данные, желательно распаковку записывайте на видео, это будет вообще идеально, ну и продемонстрируйте нерабочее состояние. Если же это на 50% нерабочее состояние, вы, допустим, вот как у меня ситуация, я вам покажу на примере бинокля ночного видения, я сделаю запрос на то, что он как бинокль рабочий, но опять же минус в том, что нет той кратности, которая указана и нету ночного видения. Поэтому я запрошу 50-70%, возможно даже до 100%. Оставляйте товар и остаток суммы, бывает вообще оставляйте товар и полный возврат суммы. Будем отталкиваться от ситуации и я вам наглядно это все продемонстрирую. Я подготовил минутный ролик, вот он внизу, и мы сейчас будем делать возврат. То есть заходим у нас на Алиэкспресс, переходим в наш профиль, наши заказы, вот именно конкретно. Нажимаете на сам товар, вот здесь вот ниже, видите, открыть спор. Пускай будет возврат денег и товара. Причина спора. Товар не соответствует описанию. Выбираем здесь наш подпункт. Параметры товара не соответствуют описанию. Товар не имеет ночного видения, как в описании. Верните полную стоимость. Он ничего сам не стоит. Кусок пластика и стекла. Зум. Максимум двукратный. Продавец обманывает. Вот и все описание. Прикрепить наш видеоролик, то есть загрузить видео. Загружаем это минутное видео. Выбираем его. Идет сжатие. Нужно немножко подождать, пока оно туда вгрузится. Этого будет достаточно, то что мы демонстрируем. И все. Как бы видео, не видите, не больше чем до двух минут. Ну или фото до пяти файлов. Вот они более одного мегабайта. Все. То есть мы ждем, пока у нас сейчас прогрузится наше данное видео. И после этого мы можем отправлять. Ну вот, друзья, мы с вами дождались загрузки. Теперь жмем отправить. Отправляем. Все. Этот процесс нам говорит о том, что спор у нас открыт на полную стоимость. То есть вот, возможно, нам придется отправить обратно товар. Но скидка продавца 0. Все по нолям. То есть в итоге 13.15. То есть это доставочка будет 0.26. И нам останется только ждать. Вот ведется спор. Можем еще раз нажать. И здесь нам продавец будет предлагать какие-либо там оплаты. Доказательства я приложил. Описание я приложил. Все. Решение продавца будем ждать здесь. Вам нужно будет только отслеживать. И как бы в конечном итоге от 3 до 20 дней, как говорится, здесь было в описании в инструкции, будет решено. Ну а я уже сниму этот видеоролик, когда у нас будет процесс возврата. То есть что это будет и какая это будет стоимость. И вот, друзья, смотрите, у меня пришло уведомление. Переходим у нас в сообщения. Заказы. Нажмем на наш возврат. Проверить возврат. Нам здесь пишется, что возврат одобрен. Вот с сегодняшним числом принято обрабатываться. Я думаю, завтра, послезавтра деньги придут. Сегодня у нас первое число. А именно в среду я сделал сам запрос на возврат. То есть это прошло 4 дня. Вот как, в принципе, в какие даже краткие сроки этот вопрос решается. Теперь я отсниму уже тот момент, когда мне придут деньги. И только вечером в субботу я вам показывал то, что было одобрение. Сегодня уже деньги пришли. Вот смс. Поэтому вот эта сумма. Деньги зачислены, как видите. Вы сами все видели, ничего сложного нет. Просто не забрасывайте. Да, вам придется подождать какое-то время. Но вы открываете спор, объясняете и возвращаете свои деньги. Поэтому не оставлять. Это так просто, чтобы покупатели тоже чувствовали за собой ответственность. И вы как бы не тратили лишнюю копеечку вам как бы не повредить. Подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok